Не секрет, что на Западе вокруг темы «Зоошизы» крутятся крупные суммы денег. А у нас это выглядит примерно так. Конец 2017 года в Питере организация «Сирен» выиграла президентский грант в несколько миллионов, с помпой объявив о скором создании «Дикого патруля». Бригаду скорой помощи лесным зверям, вынужденным гостям северной столицы, создаёт Центр реабилитации диких животных «Сирен» на 3 миллиона, которые выделяют из фонда президентских грантов, как стало известно 27 ноября, купят разнообразные клетки и боксы, ветеринарное ружьё для усыпления и УАЗ-пикап. Деньги из фонда президентских грантов будут потрачены не только на оборудование, но и на расширение штата. В Центре планируют нанять ещё двоих сотрудников. Итоги конкурса были подведены 22 ноября. Сам патруль, вероятно, будет укомплектован уже в 2018 году. Как думаете, сколько упоминаний о работе «Дикого патруля» в новостях за 2018 год? Одно единственное, в феврале. А дальше деньги освоили и тишина. Зато есть упоминания в году текущем, в июне. Центр помощи диким животным «Сирен» не дождался поддержки от государства и приостановил работу. Так, погодите-ка, а что с «Диким патрулём»-то? С закупкой машин с 3 миллионами рублей, а? Аж на два месяца хватило. Ведь весь бэкграунд в свежих новостях о прекращении приёма животных с «Сиреном» — это почему-то ссылки на те самые сообщения о получении президентского гранта. Об успехах «Дикого патруля» почему-то не работает.